Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот только что я рассказывала о томатах, что не стоят все-таки томаты со снежными названиями, которые у нас предназначены для холодных регионов, в теплицу помещать. Там они немножко чувствуют себя неуютно. И следующая тема, очень важная, как я сказала, это тема формирования томатов. Вот некоторые садоводы-огородники, я имею ввиду начинающие, потому что все эти зимние лекции, они больше всего, конечно, направлены на начинающего огородника. Кто-то, например, в прошлом году первый раз возился с огородом и понял, что что-то он делает не так. Вот все это у меня зарастает, томатики мельчают, видит видеоролики, там вот такие вот висят у всех, а у него сгульки нос, и он задумывается, может быть, я неправильно там обрезал, посынковал, формировал. И это правильно, это очень важная тема. Потому что большинство начинающих, заходя первый раз в огород, они же как думают, даже вот теплицу купили, все они купили теплицу, все у них есть, прекрасная рассада. Они думают, что высадят томаты в теплицу, и они сами там достаточно поливать, пропалывать, ну подвязывать, сами прекрасным образом вырастут. Как я уже рассказывала в предыдущем видео, как у меня был плачевный опыт, как они все разрослись, пасынки пожалела, не обрезала лишние, там лианы переплелись, короче, джунгли выросли, и в этот год у меня урожая вообще не было, когда я первый раз в теплице занималась. И это не одна я такая неумеха, у многих так, вот когда они растут, кто-то жалеет цветки удалять лишние, кто-то жалеет пасынки не удалять. Все это начнем. Я скажу так, что формировать томат нужно обязательно, особенно в теплице, но единственное, что есть сорта, про которые написано, что возможно выращивать без формирования. Но и в этих случаях я хочу заметить и напомнить вам, что если мы не будем формировать вообще, то много сил растения будет отдавать на выкармливание вот этих лишних листьев, лишних плодов, которые вам возможно не нужны вот на верхушках. И поэтому, если вы хотите все-таки получить крупные отборные плоды, то даже те томаты, которые можно без формирования выращивать, ну то есть вот эти штамбовые, вот эти терминантные коротышки, которые до 50 сантиметров, все-таки опытные огородники убирают нижние листья, которые уже отслужили свое, и убирают вот эти верхние завязи, которые маленькие, если они им не нужны. Вы же знаете, что с самых верхних будут вот такие малышки, крошечки, которые въедут, а не идут. Мы их жалеем, не удаляем, а потом мы их зелеными все равно выбрасываем. А растения ведь потратила уже на это силы, на цветение, на формирование плода, на созревание. А возможно, если бы этого вот малышей верхних не было, нижние были бы более крупные. Но это вы будете решать сами. Сейчас я общее понятие формирования. Некоторые думают, что формирование томата, это значит выбрать, в один ствол мы введем, в два или в три. Но это не так. Формирование это очень огромная тема. Формирование это что? Это прищипка верхушки. Потому что, когда мы верхушку прищипываем у высокорослых, мы уже формируем. Он должен был бы быть вот такой длинный, а мы его полтора метра вырос. Раз прищипнули, он начинает уже в другое место посылать свои эти питательные вещества. Прищипка это раз. Потом, ну пасынкование, это ясно, что пасынкование, удаление всех лишних пасынков, это основное такое предназначение формирования. И, конечно, удаление, так, посынкование два, удаление лишних листьев, не только нижних, но я вам потом расскажу, и в среднем ярусе, и в верхних иногда. Бывают томаты, которые очень много выдают зелени. Ну много, не нужно столько выжим. Иногда, ну и четвертое, это это, обрезка листьев, прищипка верхушки, посынкование и вот эти один или два ствола. Все, вот это вот огромное, вот такая, столько много тем, это все формирование. И все это вы должны знать, все это должно уметь. Должно уметь делать это не глядя, прям с завязанными глазами, должны сразу определить, что в томате лишнее, а без чего он не может жить. И удалив, что вы ему помешаете. Испортите ему его личную жизнь. Все. Ну все сбилось. Короче, два ствола или три ствола я сейчас не буду. Это уже отдельная тема, потому что есть томаты, которые прям рекомендуют настоятельно, только в один ствол. Это вот индотерминатные, вот в один ствол вести, вести, вести. Есть томаты, которые можно в два ствола. Есть томаты, которые в три ствола. Но есть вот такое правило, единое золотое правило, от которого можно, конечно, немного отходить, но все-таки поглядывать на него нужно. Что оставлять на томате рекомендуют специалисты не более трех стволов Потому что более трех стволов там уже получается неразбериха Особенно в теплице И не более 8 кистей Но я скажу про себя У нас в сибирском регионе 8 кистей естественно не вызревают Если они не мелкие и не черри, которые вызревают быстро Не вызревают в открытом грунте нормальные томаты 8 кистей никогда И поэтому тут уже снова, если глубже кокнуть То для каждого региона есть свое правило Кому-то всего 5 кистей Вот у нас на улице нужно оставлять 5 кистей Если хотите получить нормальный хороший томат И если вы хотите, чтобы растение не тратило время зря на формирование 6-7 кисти Потому что они все равно до нормального размера не вырастут И они все равно не вызреют Все, вот у нас 5 кистей Где теплый регион, где длиннее лето Это зависит от Опять же, вот когда я говорила, как мы выбираем сорта Все это и от региона, и от вашей заместости Ясно, что если у вас мало времени Если вы работающий, вы никогда не будете считать эти кисти Но растет и растет Потом верхушку раз обрежете за месяц до заморозков Позже оставлять тоже нет смысла Вот это все при мудрости формирования Это все по формированию Но ясно, что было бы проще Если посадил томат, он растет как хочет И все Сейчас я закончу это видео Это вот только именно о формировании Чтобы вы узнали, что формирование Это не только посынкование Это еще и прищипка верхушки Удаление листьев И там ведение в один, в два или в три ствола Для чего мы это делаем? Многие, ну как, есть такое выражение Ну забивают на это и не делают Конечно, томат вырастет и так И без формирования, без прищипок, безо всего Но формирование нам дает Как бы вот это разумное перераспределение То есть удаляя нижние листья Удаляя лишние пасанки Удаляя верхушку Мы позволяем растению направлять все свои силы Все, что у него есть Вот корневая система поднимает, поднимает, поднимает И оно направляет именно на формирование плодов На цветение На созревание А на невыращивание вот этих пасанков Ведь не зря же их назвали пасанками, например Не нужны они Для растения роднее Это вот плоды Вот те цветы, которые будущие плоды А вот эти пасанки, они, конечно, забирают очень много сил И каждый из вас знает У всех был хоть раз такой опыт горький Когда не удалив пасанки Мы запускаем растения до такой степени, что много всего А результата-то нет И если у вас нет времени Например, на пасанкование На тщательное такое удаление Тогда, может быть, есть смысл посадить лучше меньше кустов Но больше уделить каждому времени Или подбирать сорта так Чтобы выбрать те томаты Которые не требуют тщательного ухода Которые можно обойтись дежурным уходом Или вырастить по принципу Посадил и забыл Все Но это, опять же, я говорю Решает каждый из нас Сам индивидуально Я не могу сказать Когда спрашивают некоторые вопросы Я не могу сказать вам Что вам нужно обязательно посанковать Вам нужно формировать Если есть желание Если есть время Формируйте Но я знаю по себе Что формирование Это вот такой агротехнический прием Который помогает нам получить богатый урожай Ускоряет созревание Ясно, что если листьев меньше Если пасанков нет У него единственная вот эта работа у растения Сформировать Чтобы вызрели плоды Конечно, все это пройдет намного больше Вы попробуйте Посадите два Один формируйте А другой нет Пусть зарастает, как хочет Вы увидите результат Вы прям ахнете Ну все, до свидания О том, что такое формирование Я рассказала Сейчас я следующее видео расскажу О том, сколько листьев все-таки удалять Потому что вы знаете Тут есть из крайности в крайность Кто-то ни одного листа не удаляет Говорит, что нельзя А кто-то вообще лысый выращивает томаты Поговорим и про лысых И про лохматых Все, до свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok